Астана Медиа-Уик Контент представит и агентство Хабар. За более чем 20-летнюю историю телесемейство наладило прочные контакты с крупнейшими телерадиокорпорациями мира. Какой эффект это оказало на отечественную телеиндустрию, расскажет Елена Шрайбер. Это межгосударственный информационный пул. Если проще, то интернет-портал, где телеканалы стран Содружества независимых государств могут обмениваться сюжетами. В их числе материалы, подготовленные корреспондентами агентства Хабар, то есть новости, которые актуальны в Казахстане, могут увидеть зрители за рубежом. Уже долгие годы телесемейство придерживается политики открытости и сотрудничества с крупными телерадиокорпорациями. Это китайская CCTV, турецкие ТРТ АВАЗ и Анадолу, польская ТВП, узбекская НТРК, а еще Белтелерадио, Евроньюз и Франц-24. И этот список увеличивается ежегодно. В ближайших планах ориентир на Discovery, BBC и Bloomberg. Конечно, может возникнуть вопрос, скажем так, что в погоне за какой-то информацией, за каким-то эксклюзивом, почему все-таки мы допускаем возможность обмена информацией. Здесь мы, скажем так, действуем больше стратегически, в первую очередь, потому что мы предоставляем тот материал, который может быть интереснее, в том числе и нашим партнерам. То есть это материалы, как правило, о каких-то международных событиях, которые проводятся в нашей стране, для того, чтобы все наши зарубежные партнеры, они могли все-таки эту информацию точно так же эксклюзивно у нас получить. Одно из таких очень больших крупных мероприятий, которые мы провели по обмену, это было выступление нашего главы государства в ООН. И данную информацию, скажем так, мы передали нашим партнерам, и она была в том числе показана. И CCTV на территории Китая, и в Азербайджане, и поляками была показана. Около двух лет назад Хабар начал продавать контент собственного производства. Не только новостные программы, но и сериалы, реалити-шоу и туристические проекты. Как правило, работа эта трудоемкая. Все согласовать, договориться и, наконец, передать готовый отечественный продукт. Один из последних контрактов с телерадиовещательной компанией «Башкортостан». Уже в скором времени у них в эфире выйдет казахстанский сериал «Угей-Журек», переведенный на башкирский язык. О полной мировой картиной Днятеля семейство обеспечивают партнеры Reuters и APTN. Информацию и видео они размещают на специальных порталах, откуда сотрудники Хабар-24 ее скачивают и выдают в эфир. Также у нас есть с Associated Press еще дополнительная возможность получать прямые включения из разных точек. То есть это большое агентство, у которого в каждой стране есть доступ к тому, чтобы с помощью рюкзака обеспечить нам прямое включение. Более чем за 20 лет работы агентство Хабар особую роль уделяет повышению квалификации своих кадров. Не раз сотрудники телесемейства обменивались опытом с телекомпаниями ТРТ, Франц-24 и Евроньюз. На телеканале Евроньюз было очень интересно посмотреть, как работают европейские коллеги. Там огромный штат журналистов и они как настоящие телезионщики, видят картинку и работают с видеорядом в первую очередь, только потом пишут тексты. И что интересно, если в Казахстане на двух-трех языках вещают телеканалы, то там сразу на 13 языках. Возможность и дальше продвигать деловые отношения в телеиндустрии на региональном и глобальном уровнях дает площадка Astana Media Week. Представители отечественных масс-медиа, в том числе и телесемейство Хабар, смогут не только посетить так называемые медиатолкс, но и заключить новые договоренности. Елена Шрайбер, Арман Ахшабаев, Хабар, 24, Астана. Еще один партнер агентства Хабар – корейская телерадиокомпания «Ариран ТВ». Она успешно вещает в 105 странах мира, объединяя 138 миллионов зрителей. Уже несколько лет телеканал устраивает международные пресс-туры, приглашает журналистов для обмена опытом. Недавно из такой знакомительно-опознавательной поездки вернулся и наш корреспондент Марк Прешко. Мало времени, много работы. Самый подходящий девиз для нашей недельной командировки в Южную Корею. Многочасовые переезды с места на место, десятки километров в пути, несколько городов. Но усилия стоили того, чтобы поработать с «Ариран ТВ». Наши коллеги не просто встретили нас, а буквально участвовали в съемочном процессе. Помогали, если у нас возникали сложности. Сзади меня вы можете видеть Хаои-Вылы, деревню Хаои, да? Да, деревня Хаои. С первых минут они интересовались, как мы будем снимать репортажи. Оказалось, профессиональная основа у журналистов разных стран примерно одна. Интересны нюансы. Мы заметили, как после каждого интервью нашим спикерам дарили подарки в знак благодарности. Оказалось, тут так принято. Вообще, в Корее все строится на высоком взаимоуважении. Благодаря ему мы смогли поработать в самых отдаленных монастырях, куда никого не пускают в принципе. Сюда никого до нас не пускали. Мы первая съемочная группа, которая попала. Спасибо большое. Большое спасибо. И вот в подарок нам дали шишки с 500-летней сосны. Посмотрели, чем живет современная провинция. Офигеть! Вот это краб! Говорят, хорошего краба нужно выбирать именно так. У него должно быть твердое тело, твердое брюшко. И получается желто-белое... Да, желто-белое окрас. Желто-белое окрас. Вот смотрите, какой красивый. Анна, они больше бывают? Смотрите, как она красавица. Есть, да? Есть, да? Но цвет, посмотрите, разумеется. Да. Конечно, во время работы нам удалось изучить и древнюю культуру Кореи, пусть и поверхностно. Еще раз, как называется костюм? И имя ханбог. Ханбог, да? Син-лабо. 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 Это одежда во время щенла ханбог называется. Одежда корейская. О-о-о-о. Улина, да? Идет вам. Да? Разумеется, находясь в Корее, да еще и вместе с сотрудниками Ариран ТВ мы отсняли много интересного материала. Когда археологи открыли этот курган, они нашли здесь около 10 килограммов золота. Конечно, все, что сейчас находится за этим стеклом, это муляж. Но на первый взгляд невозможно отличить подделку от оригинала. Выглядит все очень даже неплохо. Совсем скоро вы, зрители Хабар-24, увидите результат профессионального симбиоза двух крупных телекомпаний. Следите за нашими эфирами. Марк Брюшко, Гани Алшимбаев, Хабар-24, Республика Корея, Астана. Столичная медиа неделя одна из немногих диалоговых площадок, которая объединяет всех представителей региональных средств массовой информации, радио, телеканалы и газеты. Кстати, последние, чтобы идти в ногу со временем, перешли или еще переходят в электронный формат. Печатные издания активно развивают сайты и стараются удержать внимание своего читателя. Но отказаться от бумажной версии раз и навсегда пресса еще не готова. Почему, узнавала Нургуль Ахметова. «Солдство Казахстан» – газета с вековой историей. Когда-то здесь работали Сабит Муканов, Макжан Жумабаев, Сафван Шаймерденов и многие другие известные публицисты. Сейчас издание выходит трижды в неделю. Основную часть экземпляров отправляют в село. Там, где нет интернета, бумажную прессу читают почти в каждом доме, подчеркивают журналисты. В газете «Солдство Казахстан» одними из первых начали переход на латинский алфавит. Сейчас новым шрифтом оформляют название самого издания и всех его рубрик. А в каждом выпуске есть обязательно одна статья, полностью написанная на латинице. Чтобы идти в ногу со временем, работники этой газеты активно развивают электронную версию издания. Новости на сайте публикуют на двух языках. А недавно запустили новую рубрику «Оперативный ответ на вопрос читателей». Жизнь газеты зависит от творческого коллектива. Мы стараемся сделать содержание нашей газеты качественным. Затрагиваем не только позитивные перемены в обществе, но и поднимаем различные проблемные вопросы. Открываем новые рубрики. За своего зрителя приходится бороться и региональным телеканалом. Первый Карагандинский делает ставку на молодых сотрудников и их активность в соцсетях. Сегодня наша телекомпания делает больше упор на размещение своего собственного контента в социальных сетях. У нас есть администратор сайта, он же модератор всех страниц в наших социальных сетях. Стоит сказать, что телекомпания «Первый Карагандинский» является большой школой для начинающих журналистов. Насколько интересной будет газета или телепрограмма, зависит в первую очередь от коллектива. Поэтому в регионах уделяют внимание профессиональному развитию журналистов. В Караганде, например, сейчас проходит семинар, на котором юрист из Алматы разъясняет закон о СМИ и учат правильно составлять запросы. Нургуля Хметова, Марина Золотарева, Толя Ген Иманов, Хабар, 24. До 2021 года все регионы Казахстана перейдут на цифровое телевещание. В Министерстве информации и коммуникации рассказали жители, каких регионов смогут первыми оценить качество новой картинки. Правда, новшество несет за собой и рост тарифов для казахстанских телеканалов. В новой ценовой политике телерадиовещания разбиралась наш экономический обозреватель Зарина Бесемьевна. Зарин, доброе утро. Тебе слово. Спасибо, Вера. Да, сферу мультимедиа в ближайшие годы ждут большие перемены. О них расскажу подробнее через пару секунд. До 2021 года казахстанцам будет доступно вдвое больше телеканалов с лучшим качеством изображения. Первыми цифровое телевещание смогут оценить жители Мангастауской области. Технологию здесь внедрят уже в октябре. Также до конца года новый формат ведут в Жамбылской и Туркестанской областях. С переходом на цифры в домах казахстанцев будет поэтапно отключаться аналоговое вещание. Перейти на новый формат телезрителям, по словам экспертов, не составит труда. Практически все современные телевизоры поддерживают широкоформатное расширение. При этом платить за переподключение казахстанцы не будут. Цифровое вещание несет рост тарифов только для отечественных телеканалов. По словам министра информации и коммуникации Даурена Абаева, будет тариф. Цена и тариф будет увеличиваться постепенно, а услугу по переходу оказывать будет компания «Казахтелерадио». Тем временем интернет-реклама вытесняет с рынка телевизионную. По данным исследования Международного аналитического агентства «Магна», в прошлом году мировые расходы на интернет-рекламу достигли 209 миллиардов долларов. В то время как на телевизионную потратили чуть меньше 178 миллиардов долларов, или 35% от рынка. Однако казахстанские компании продолжают активно вкладывать в телевизионную рекламу. Как стало известно, имиджевые роли Казахстана, транслируемый на телеканале «Евроньюз», обошелся нацкомпании «Казахтуризм» в треть от одного миллиона долларов. В стоимость вошло создание рекламы и ротация на телеканале «Евроньюз». Всего предполагается 238 выпусков до конца года. Это три раза в день, в том числе в прайм-тайм. При этом реклама будет вещать на 160 стран мира и охватывать 430 миллионов домов, отмечают в «Казахтуризме». В продолжении темы, как отмечают экономисты сферы телекоммуникации, эти технологии сегодня лидеры по динамике развития в Казахстане. За последние два года рост отечественной IT-индустрии составил около 20% в год. По официальным данным, за 2017 объем услуг по компьютерному программированию и другим подобным сервисам в этом секторе составил более 160 миллиардов тенге. Министерство сельского хозяйства сообщает, что в течение следующих лет, пяти лет, в Казахстане будет создано 20 цифровых ферм. Планируется, что они будут полностью автоматизированы и ориентированы на упрощение работы аграриев. Минсельхоз планирует использовать при их создании опыт Канады, Турции, Австралии, Германии и США. Так, с 2020 года планируется запуск онлайн-обучения с привлечением частных IT-компаний. Также будет запущена практика онлайн-консультации по предпринимательству, ведению хозяйства, агрономии, семеневодству и животноводству. В 2019 году планируется внедрить пилотный проект по запуску онлайн-кредитования весеннеполевых работ, а годом позже весь процесс будет полностью автоматизирован, обещают в Минсельхозе. Действительно, Зарин проект интересный, как мне кажется. Какой экономический эффект ожидают в Министерстве сельского хозяйства от его внедрения? По словам вице-министра сельского хозяйства Армана Явниева, эффект от цифровизации агропромышленного комплекса за счет всех проектов составит 30% или около 1 трлн тенге. Планируется также, что прирост ВВП будет на уровне 3 трлн тенге. К другим темам. 14 канадских компаний планируют открыть свои представительства в Казахстане и инвестировать деньги в нефтегазовую отрасль нашей страны. Заявление канадские бизнесмены озвучили в рамках казахстанской международной выставки «Нефтегаз» в Алматы. Отмечу, 4 года назад, после участия в аналогичной выставке, две канадские компании открыли свои офисы в Казахстане. Однако после нефтяного кризиса им пришлось закрыть представительство. На этот раз инвесторы надеются на положительный исход от сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Впрочем, совместная работа может быть успешной на фоне повышения стоимости нефти и за последние дни цена марки Brent подорожала до 82 долларов за баррель. Ранее нефть этой марки демонстрировала максимум 2018 года в мае. Тогда стоимость черного золота находилась на уровне 80 долларов за баррель. С ростом стоимости нефти дорожает и американская валюта. Средний взвешенный курс доллара составляет 356 тенге, 54 тина. А в обменниках Астаны на данный момент доллар в среднем продают за 360 тенге. Это были все новости к этому часу. Вера? Опять растем, как я вижу. Это была Зарина Песембина и ее деловые новости. Мы через секунду продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»! В ходе выступления на 73-й Генеральной Ассамблее ООН Дональд Трамп обрушился с критикой на руководство Ирана, обвинив его в распространении хаоса, смерти и разрушений на Ближнем Востоке. Решение США выйти из ядерной сделки и возобновить санкции против Исламской Республики, по словам главы Белого дома, было встречено позитивно с соседними с Ираном странами. В августе Вашингтон продлил режим санкций, направленных на продажу долларов иранским властям, торговлю золотом и другими драгметаллами с Ираном. В ответ на критику Иран обвиняет США в развязывании против него психологической войны и отрицает всякую причастность к международному терроризму. В Тегеране заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели. Правительство США, по меньшей мере его нынешняя администрация, стремится сделать все международные институты неэффективными. Переговоры должны быть на какой-то основе. Продолжением всеобъемлющего договора и резолюции Совбеза ООН 2231 они на основе их нарушения и отката к прошлому. Иран сегодня другая страна. Они не уважают ни своих соседей, ни границы, ни суверенные права других стран. Вместо этого иранские лидеры расхищают запасы страны ради собственной наживы, а также выступают причиной потрясений на Ближнем Востоке и далеко за его пределами. В ходе выступления в ООН Трамп также негативно высказался про ОПЕК. Глава Белого дома заявил, что организация стран-экспортеров нефти обворовывала весь остальной мир и что США больше не будут с этим мириться. По мнению Трампа, ОПЕК должна снизить цены на нефть. Это не первый выпад американского лидера в сторону организации. 5 июля он также требовал, чтобы она снизила цены на черное золото. Пока ряд государств продумывают новые платежные механизмы, позволяющие обойти санкции Вашингтона в отношении Тегерана, цена на нефть продолжает расти. Как считают эксперты, к концу года стоимость черного золота может превысить 100 долларов за баррель. Подробнее расскажет наш международный обозреватель Асим Хасенхаза. Встреча мониторингового комитета ОПЕК, прошедшая в Аужире, не оставила сомнений. Нефть подорожает. Участники соглашения заявили о намерении еще больше сократить производство черного золота в следующем году. И это, несмотря на планы Вашингтона, ввести в ноябре новые ограничения в отношении иранской нефти, что фактически означает сокращение рынка на полтора миллиона баррелей в сутки. Однако участники Алжирского саммита считают, что повышать квоту на добычу сейчас нецелесообразно. При необходимости добыча может увеличиться, но вряд ли это произойдет. Мы не стремимся к росту цен. Наоборот, с осторожностью относимся к ситуации, когда цена превышает некую равновесную для спроса и предложения цену. Стоимость нефти марки Brent впервые за последние четыре года превысила 82 доллара. По мнению экспертов, это не предел. Ожидается, что трехзначные цены за баррель мы увидим уже в декабре. Главная причина подорожания нефти – это американские санкции против Ирана и Венесуэлы, резко сократившиеся поставки нефти на мировой рынок, а также торговые войны, которые добавляют непределенности в глобальную экономику. Несмотря на то, что ситуация сегодня гораздо более благоприятная, чем ранее для потребителей и для производителей, мы отмечаем, что мы вступили в эпоху новых значительных неопределенностей. Непредсказуемая санкционная политика, торговые войны – все это создает угрозу бесперебойному снабжению мира энергией, ведет к замедлению темпа роста мировой экономики и спроса на энергию. По прогнозам ОПЕК, нефть останется основным источником энергии в ближайшем обозримом будущем. Мировой спрос на нефть увеличится на 14,5 млн баррелей в сутки к 2040 году. Учитывая нынешнюю ситуацию, нефтедобывающим странам необходимо продолжать сотрудничать в целях избежания энергетического кризиса, считают эксперты. Асим Хасянказа и Жанья Уразымбетова, Хабар, 24. Российские комплексы ПВО С-300 не заставят Израиль отказаться от воздушной операции в Сирии и не станут преградой для борьбы с Ираном в этой стране. Это следует из заявления премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху. Последние три года Израиль достиг значительного успеха в предотвращении укрепления иранских военных в Сирии, а также попыток передачи смертельно опасного оружия Хизбалле в Ливане. Это заявление Нетаньяху сделал после того, как в российском Минобороны анонсировали поставку в Ашару Асаду комплекса С-300. Москва намеревалась это сделать давно, но воздерживалась из-за возражений Израиля. Кремль пошел на этот шаг после катастрофы разведывательного самолета Ил-20 17 сентября. Его сбили сирийские силы ПВО. В России заявили, что вина за это лежит на Израиле. Ведь в тот момент недалеко находились его бомбардировщики. На борту Ил-20 находились 15 российских военнослужащих. Все они погибли. Минобороны России считают, что израильские пилоты прикрылись разведчикам. В ведомстве говорят, что Цехал не уведомила Москву об этом авианалете заранее. В Тель-Авиве эти обвинения отвергли, возложив ответственность на Дамаск. Теперь же по словам... Мы продолжим все необходимые действия для того, чтобы не допустить закрепления иранских военных в Сирии. А еще продолжим координацию с Российским министерством обороны. Мы с президентом Путиным сошлись на том, что соответствующие делегации встретятся в самом ближайшем будущем. В Мексиканской столице прошло заседание Глобальной комиссии по борьбе с запрещенными веществами. На встрече 12 мировых экс-лидеров, в их числе бывшие президенты Бразилии, Колумбии, Чили, Польши, Швейцарии, Португалии и Мексики, высказались за легализацию легких наркотиков для медицинского применения. Политики подписали доклад, подтверждающий эффективность государственного контроля за оборотом наркотиков. По их мнению, это поможет нанести удар по черному рынку запрещенных веществ. Кроме того, это позволит найти дополнительные деньги на программы помощи наркозависимым. Отмечу, официальная статистика ООН подтверждает выводы экс-лидеров. В год по всему миру на войну с наркотиками тратится около 100 миллиардов долларов, но их распространение только растет. Несмотря на все доводы, консенсуса члены ООН на этот счет пока не достигли. Нам совершенно ясно, что необходимо выйти из запрещающей парадигмы. Мы в состоянии помочь людям. Но главная проблема в том, что государства пока не готовы взять на себя ответственность по созданию цивилизованного рынка этих веществ. Почему популярность Макрона падает с каждым днем? Как торговая война отражается на крупнейших азиатских производителях и кто окутал гигантской паутиной пляж в Греции? Об этом и не только узнаем из программы «Между строк». Популярность Мануэля Макрона низка, как никогда. Deutsche Welle передает, только 29% французов довольны работой своего президента. Это худший результат с момента его вступления в должность. Возможно, на снижение доверия повлияли непопулярные реформы и скандалы. В частности, избиратели недовольны попытками продвижения реформ в области предпринимательства и нежеланием остановить поток мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Цитата. Французское правительство на пути к экономическому и политическому кризису, в основном из-за объявленных властями страны открытых границ. Рейтинг президента Франции Мануэля Макрона упал до 29%. Это самый низкий уровень с лета 2017 года, показал недавний опрос. Это знаковый поворот для французского лидера, который был избран в мае 2017-го на волне популярности его движения «Энмарш», обещавшего возродить умирающую экономику Франции прагматическими экономическими реформами. Тогда идея нравилась всем. Однако спустя менее чем 18 месяцев избиратели уже отвернулись от Макрона. В аналогичной ситуации оказывались и два последних предшественника самого молодого президента Франции. Лидер социалистической партии Франсуа Аланд и лидер республиканцев Николя Саркози. Рейтинг Алланда падал до 23% примерно в тот же период, а Саркози до 34%. Издание продолжает. Избиратели недовольны политикой Макрона, которая не смогла поддержать французскую экономику и снизить безработицу. Тем временем по пятам за президентом Франции следует его главная конкурентка Марин Ле Пен. Ее жесткий подход к европейскому кризису мигрантов получил большую поддержку со стороны французов. Азиатские производители сворачивают заводы в Китае на фоне введения американских пошлин на товары из КНР, пишет Рейтер. Так, южнокорейская SK Phoenix и японские Mitsubishi Toshiba и Kamatsu начали планировать перенос производства с июля, когда по ним ударили первые пошлины, отмечают авторы статьи Human Park и Makiko Yamazaki. Другие компании, такие как тайваньский производитель компьютеров Compol Electronics и южнокорейская LG, прорабатывают запасные варианты на случай продолжения или усиления торговой войны. Цитата. Быстрая реакция на американские пошлины возможна потому, что многие крупные компании имеют производственные мощности в нескольких странах и могут перенести хотя бы небольшую часть производства без строительства новых заводов, сообщают журналисты Рейтер. Некоторые правительства, особенно на Тайване и в Таиланде, активно поощряют компании к переносу производства из Китая, рассчитывая на экономический и стратегический импульс от американо-китайского конфликта. Так, Дошиба планирует в октябре перенести часть производства оборудования для изготовления автомобильных бамперов из Китая в Японию или Таиланд. Таким образом, пошлины США угрожают статусу Китая как низкозатратные производственные базы, что наряду с привлекательностью быстро растущего китайского рынка побуждало многие компании строить заводы и создавать цепочки поставок в стране в последние несколько десятилетий. Евросоюз в следующем году может отказаться от перевода часов. В середине сентября председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости ускорить процесс отказа от перехода на летнее и зимнее время. Страны Евросоюза должны сообщить о своей позиции по данному вопросу до апреля 2019 года. Финское издание «Хельсинкин Санамат» обратилось к исследователю проблем сна Тима Партенену, который сообщил, что это решение стало бы выигрышным для всех. По мнению специалиста, существующая практика только перенапрягает людей. Цитата. «Хельсинкин Санамат» поддерживает переход на постоянное зимнее время. Это лучше для всех. Утро будет светлее, чем при летнем времени, что в свою очередь поможет людям легче поддерживать ритм внутренних часов. В то же время светлые вечера усложняют процесс засыпания. Для Финляндии этот вопрос стоит не менее остро, чем в Евросоюзе. Страна также планирует отказаться от перевода часов в будущем. Ранее местные СМИ сообщали, «Финов» настолько сильно волновала эта тема, что интернет-страница, на которой желающие могли участвовать в опросе, зависла из-за большого количества посетителей. Гигантская паутина опутала пляж в Греции. Автор Guardian Мартин Беллом пишет, Около 300 метров прибрежной линии в греческом городе Айтолика оказалась покрыта густым слоем паутины. Ее сплели пауки-цитрагноциды. Явление вызвано увеличением популяции комаров и начавшимся сезоном их размножения. Идеальные условия привели к паучьему Бэби-Буму. Я Елена Шрайбер, это Хабар 24. Мы продолжаем утренний выпуск новостей. Теперь о событиях в нашей стране. ЧП произошло на коммунальном предприятии Водоканал в Усть-Каменогорске. Два сотрудника предприятия едва не сгорели при выполнении канализационных работ. Один из них электросварщик, другой механик. Инцидент произошел во время ночной смены. Оба пострадавших сейчас находятся в отделении интенсивной терапии 1-й городской больницы. По словам врачей, их состояние оценивается как тяжелое. Они получили более 50% ожогов тела. В руководстве компании говорят, что несчастный случай мог произойти в результате несоблюдения правил технической безопасности. На сегодняшний день у нас создана комиссия по внутреннему служебному расследованию. И в соответствии с законом нам подано уведомление в Департамент труда, где назначается комиссия по расследованию этого несчастного случая. В настоящий момент она еще не создана. И после уже проведения всего полного служебного расследования будут выявлены причины, при которых произошел этот несчастный случай. Сейчас предлагаю посмотреть обзор чрезвычайных происшествий за последние сутки в нашей постоянной рубрике «Хроника происшествий». В Актюбинской области оштрафовали больше 2,5 тысяч родителей за то, что их несовершеннолетние дети находились одни ночью на улице и в увеселительных заведениях. С начала текущего года в рамках профилактики подростковой преступности в регионе проведено свыше 15 широкомасштабных акций и оперативно-профилактических мероприятий. За различные правонарушения в органы внутренних дел доставлено более 3,5 тысяч несовершеннолетних. Пресечено 113 фактов реализации алкогольной продукции лицам возрасте до 21 года и 48 фактов продажи табачных изделий несовершеннолетним. На учет в органы внутренних дел поставлено 528 несовершеннолетних и три сотни неблагополучных семей. В течение суток оперативники Тимиртау раскрыли серию краж аккумуляторов слегковых автомашин. За один день поступило сразу три заявления от автовладельцев. Полицейские стали проверять всех любителей аккумуляторов, ранее уже попадавших в их поле зрения. По горячим следам был задержан 23-летний житель города, который дал признательные показания. Подозреваемый пояснил, что выбирал машины без сигнализации, которые стояли на неохраняемых участках. Автомобиль он вскрывал, подбирая ключи. За кражу чужого имущества злоумышленнику грозит срок до пяти лет колонии. В Кокшетау задержаны трое подозреваемых в совершении серии краж из автомобилей. На сегодняшний день доказана их причастность к 15 преступлениям. Добычей злоумышленников становились в основном аккумуляторные батареи, которые молодые парни легко могли сбыть в пунктах приема металла в Кокшетау и Щучинске, как было установлено оперативниками. Они в течение двух месяцев промышляли на территории областного центра автомобильными кражами, используя подручные средства. Задержанные вскрывали транспортные средства и похищали запчасти, а также личные вещи владельцев. Началось досудебное расследование. Напомним, в областном центре с начала года зафиксировано порядка 1600 краж. Из них 54 автомобильных. Жители города Кокштал, двое из них ранее судимы. Один из них ранее судимы за угон автомашины в возрасте от 20-25 лет. На следующий день дают признательные показания в совершении 25 фактов краж аккумуляторов с автомашин. Из них на сегодняшний день 15 фактов уже доказаны и изъяты вещественные доказательства. Контрафактный товар на 300 тысяч тенге уничтожили в Костанайской области. С начала года сотрудниками областного департамента юстиции проведено 12 проверок по фактам незаконного использования чужого товарного знака. В семи случаях выявлены нарушения. Поддельные товары народного потребления продавались под известными брендами. Из гражданского оборота изъято порядка 270 единиц контрафактной продукции. В виде штрафных санкций в доход государства поступило 500 тысяч тенге. В очередном рейде, который был организован по заявлению потребителей, нашли поддельные кроссовки, футбольные принадлежности, мячи и кубки, а также средства для мытья посуды. Более 170 единиц наименований продукции на полигоне твердых бытовых отходов ушло под гусеничный трактор. Продавцов наказали штрафами. В соответствии с статьей 158 в Казахстане на стратегических промышлений предусмотрен штраф с обязательной конфискацией. Штрафы там градации идут от 20 до 50 месяцев еще как показатель в зависимости от субъекта. А сейчас слово передаю Марку Брюшко. Когда-то он начинал свою карьеру журналиста именно с работы в газете, а сегодня готовит для нас ежедневный обзор печатной прессы со всей страны. Арк, доброе утро. Тебе слово. Спасибо, Вера, и тебе, доброе утро. И всем нашим телезрителям доброе утро. Обзор положительных новостей с утра. Прямо сейчас. Начнем с новостей из самого сердца нашей страны. В Караганде наградили победителей второго фестиваля короткометражного кино. По аналогии со знаменитым Оскаром мировой премией. Тут победителям тоже вручали статуэтки заветные. Достаточно интересный материал с разбором работ. Представила автор Анна Строкова из индустриальной Караганды. Одним из главных условий конкурса значился возраст ленты. Они должны были быть не старше года. Здесь в материале Анна приводит мнение многих экспертов, членов жюри. Вот говорят, плюсов было очень много, но были и минусы. К примеру, проблемы те же, что и в прошлом году. Одни картины были слабыми, другие не несли смысловой нагрузки, третьи страдали от плохого монтажа. Ну вот, примерно, как приводят слова автор публикации. Давайте послушаем. В короткометражном кино, которое длится не очень-то и долго, есть длинные вступления, которые можно было бы сократить. Монтаж звука и использование компьютерной графики – отдельный вопрос. Звук почти в половине работ некачественный, а графику, если и вставляют, то смотрится это как минимум наивно. Наконец, иногда просто непонятно, что хотел сказать режиссер. Казахстанская правда сообщает, что в 30-й раз в предгорьях Зайлийского Латау состоялись соревнования «Барабанная дробь». Это очень интересно, побегу на ступеньках селезащитной плотины в урочище Медео. Победители и призеры этих достаточно интересных своеобразных стартов, всего в разных номинациях их было больше 60 человек, получили различные призы, сертификаты, ну и медали. Соответственно, первый такой забег в небо, стоит отметить, состоялся еще в 80-х. И вот хорошо, что традицию продолжают. Марк, а сам-то, скажи честно, спортом увлекаешься? Ну, на самом деле, в моей жизни вместо осталось только утренние зарядки. Отец всю жизнь пытался привить мне любовь к спорту, но как-то не срослось. Ну, на самом деле, сейчас есть желание просто взять гантели, как старинно, не знаю, подкачать руки, привести себя наконец-то в порядок. Не знаю, можно ли осуществить это или нет. Ну, постараюсь, по крайней мере, в ближайшее время. Что тебе мешает? Я не понимаю. Ну, спорт, спорту, рознь, допустим, вот звезда, большой плотный рабочий график, когда домой приходишь для того, чтобы только поспать. Хорошо, продолжай. Еще раз повторюсь, спорту рознь. Еще раз повторюсь, Звезда Прииртышья, да, Звезда Прииртышья сообщает, что Казахстан готов предложить набирающую популярность альтернативу горнолыжным курортам. К примеру, в Туркестанской области открыли потенциально привлекательный продукт хелески. Честное слово, не слышал об этом. Термин состоит из двух английских слов вертолет и лыжи. Небольшую группу на вертолете доставляют на склон, как описывает автор, на вершину, а оттуда люди спускаются на лыжах. Уже есть опыт по привлечению иностранных туристов именно в Туркестанскую область, в Сайрам-Угамский заповедник. Вот какую цитату давайте послушаем, приводит автор публикации. Тур на одного человека обходился в 4000 долларов. Для нас это выгодно. Деньги остаются в Казахстане. В эту сумму входит доставка на вертолете из Шимкента и подъем на склон. Вертолет делает 3-4 подъема в день, чтобы экстремал мог нормально отдохнуть и получить удовольствие. При этом нет таких больших вложений в инфраструктуру, как в случае с горнолыжными курортами, что делает продукт интересным. Ну а набережную Актау, опубликует новость в портал газеты Лада, вскоре украсит огромная светодиодная арка. Конструкция заработает в течение двух недель. Длина арки составит 60 метров, ширина туннеля 6,5 метров, а высота 5 метров, получается 200 сантиметров. Светом будут обеспечивать людей более 37 тысяч светодиодных ламп. Из местного бюджета на подготовку этого чуда выделено более 20 миллионов тенге. Как тебе, Вера, такая идея? С удовольствием бы или без удовольствия? И вообще интересно тебе прогуляться по такому туннелю? Ну, я думаю, наверное, это будет очень красивое зрелище, как минимум. Я думаю, больше 20 миллионов зрелища некрасивым не может быть, на которое потрачено. Вот мне очень нравится, например, остановочная, так что, если все города будут развиваться в этом же направлении, это будет только здорово. Марк Брюшко рассказал, о чем пишет газета сегодня. А мы через секунду продолжим выпуск. В Атарауской области приступили к строительству автотрассы Атарау-Астрахани. Из республиканского бюджета выделено 26 миллиардов тенге. На первый участок трассы длиной в 60 километров подрядчик уже создает необходимую для строительства базу с поселком на 500 человек. Срок строительства автомагистрали 26 месяцев. Общая протяженность дороги 277 километров. Решается вопрос с финансированием оставшейся части в 217 километров. Необходимые средства, а это 160 миллионов долларов, выделяет Европейский банк реконструкции и развития, уже объявивший международный конкурс. Шириной проезжей части 9 метров, также по 3 метра будет отсыпана обочина автомобильной дороги. Общая ширина земляного полотна будет 15 метров. Категория дороги будет соответствовать второй технической по ее пропускной способности, а также по грузоподъемности 13 тонн силы на 8. В Алматинской области на территории агропарка Каскелен прошло ставшее уже традиционное мероприятие под названием День поля праздник урожая. Каждый год форум под открытым небом собирает ученых и аграриев, где представители отечественной науки знакомят фермеров с новейшими технологиями, позволяющими повысить качество и объем урожая. Все подробности взаимовыгодного сотрудничества в материале Оскара Сергалеева. Для фермеров агропарк это то же самое, что для автолюбителей площадка для тест-драйва. Здесь можно не только увидеть объемы и качества урожая, но и испытать новые образцы техники, а также получить исчерпывающую информацию о том, какого ухода требуют те или иные семена. Банк гибрид кукурузы ЛД-3525 относится к средне-поздней группе. Проходит в этом году первый год испытания в агропарке Коскелен. Урожай на зерна предварительно 160-180 сантиметров с гектарой. Это при 14% влажности. День поля проходит два раза в год и на каждой встрече ученых и аграриев заключаются больше 10 договоров о сотрудничестве. Нередко ученые сами приезжают к фермерам, чтобы принять непосредственное участие во внедрении новых технологий, в том числе и зарубежных. На следующий год с агропарком мы планируем провести опытные посевы нового гибрида Остерас. Это немецко-швейцарский гибрид. В этом году мы провели пилотные работы на полях Панфиловского района, на полях Бешсарского района. И данный гибрид показал хороший результат. И надеемся на то, что фермеры, узнав о данном результате, по урожайности будут данный гибрид уже высевать на своих полях. За последние три года в Казахстане реализовано 50 научных проектов, разработанных в отечественных НИИ. Самым высоким спросом в Казахстане сегодня пользуются такие культуры, как соя, кукуруза и люцерна, которые широко используются в качестве кормов для животноводческих хозяйств. Аскар Сергалиев, Кенжи Амраев, Хабар-24, Алматинская область. А вот и в другой сфере сельского хозяйства животноводствия похоже, дела обстоят лучше. В Шардаринском районе Туркестанской области только в этом году количество откормочных площадок увеличилось до 164. При этом фермеры произвели около 3,5 тысяч тонн мяса. Еще столько же планируют выпустить до конца года. Там есть и крупные хозяйства, которые в год откармливают до 500 голов скота элитных пород. В этом хозяйстве расположено в поселке Алла-Тау-Батыр откармливает 500 голов КРС. В 2011 году местный предприниматель по программе СБГ получил кредит и построил открытую площадку на 50 голов. С тех пор количество скота здесь увеличилось в 10 раз. Сенья аулитинской породы, которая отличается высокопродуктивностью, рассказывает животновод. В прошлом году мы сдали на мясо 300 голов скота. В этом планируем уже 500, это не считая лошадей. Планируем еще расширяться, спрос большой. Мы отправляем его в цеха Сайрамского района, оттуда дальше в другие города. В Сардаринском районе пастбищ не хватает, поэтому животных выгоднее содержать на откорме в закрытых помещениях. Уже сегодня здесь создано более 160 откормочных площадок. На 164 площадках откармливают около 2000 голов скота. Также до конца года в районе запланировано довести производство мяса до 6200 тонн. На сегодня 3324 тонны уже произведено. Это составляет 100,2% по сравнению с прошлым годом. Между всем в хозяйствах района сегодня насчитывается около 41 тысячи голов КРС, 200 тысяч мелкого рогатого скота, 8200 лошадей, 2500 верблюдов и 40 тысяч птиц. Теперь, когда местный рынок мясом полностью обеспечен, фермеры планируют выйти на экспорт. Наталья Цаирвот, Абишев и Нурмахамик Муратов, Туркестанская область, Хабар, 24. Многочисленные останки крупного рогатого скота в окрестностях Усть-Каменогорска нашли местные экологи. Стихийная свалка с костями животных, по словам специалистов Центра экологической безопасности, расположена в непосредственной близости от промышленных предприятий и от забора. Опасные находки рассмотрел Вячеслав Витлугин. Этот стихийный скотомогильник экологи обнаружили прямо в черте города. И судя по большому количеству останков крупного рогатого скота, отходы животного происхождения здесь складируют уже давно. Участок у объездного шоссе больше напоминает место забоя крупного рогатого скота, перешагивая через останки животных. А они здесь разбросаны по периметру. Экологи оценивают масштабы загрязнения территории. Это не первый случай, когда находятся вот такие вот места такой массовости вот мы сталкиваемся впервые. Если вот так вот утилизируются остатки животных, то никто не может дать гарантии, что они, допустим, не зараженные какой-то болезнью. О таких неожиданных находках в черте города специалисты отдела сельского хозяйства и ветеринарии слышат впервые. И до оврага с костями животных добираются не без помощи журналистов. Вот эта находка, да, действительно неожиданная. Но вот этот момент, сейчас мы мероприятие проведем, все здесь сделаем так, чтобы это вычистить. Принять меры и ликвидировать стихийную свалку костных останков чиновники обещают в ближайшее время. Между тем, в Катон-Карагайском районе продолжают ликвидировать последствия разрушения весенними паводками скотомогильника. Вячеслав Федлугин, Дмитрий Пыхтин и Роман Родионов, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Успели ли вы посетить Астана арт-шоу? Если еще нет, то наши корреспонденты расскажут, чем интересно его продолжение в эти дни, а также массу других интересных новостей из мира культуры и искусства. Эфир продолжит программа Культ-вояж. Останьтесь посмотреть, и будет интересно. Потом продолжим выпуск. В столице продолжается проект Астана арт-шоу. Очередным его событием стало открытие выставки «Перезагрузка». В мероприятии приняли участие 14 художников из Центральной Азии и Казахстана. Многие художники, например, здесь размышляют на тему того, как избавиться от вот таких советских каких-то привычек, каких-то средневековых ритуалов, таких вот каких-то вот таких ментальных, ненужных уже в 21 веке таких привычек. И вот эти работы, они как раз об этом и говорят. Художник из Узбекистана Александр Барковский на выставке представил коллекцию из фотографий, фотоколлажи, экспериментальные работы. Также он в течение 17 часов расписал на стене вопросы, волнующие многих людей. «Кто я?» начинает список. Я могу ответить на этот вопрос. Я – эманация орла. Я здесь, как корм, собираю осознание, чтобы потом орел его из меня высосал. В некоторых регионах страны проблема с питьевой водой остается нерешенной. Художник из Астаны Мансур Смагомбетов своим произведением «Прорыв» затронул эту актуальную проблему. Основным материалом и символом работы он выбрал песок. Специально для этого выпуска мы встретились с искусствоведом и арт-критиком Валерией Ибраевой, чтобы поговорить о том, как и каким путем развивается современное искусство в Казахстане. А современное искусство, оно отличается от всех предыдущих как бы направлений и течений тем, что оно реагирует, немедленно реагирует на реалии нашей жизни. Два месяца назад мы с Ербалцином Мельдебековым были в Сингапуре, и нам было очень сложно, потому что там точно так же, как и у нас, современное искусство решает проблемы своего региона. Но язык, которым разговаривают с нами художники, он нам понятен. То есть язык понятен, смысл нужно добирать. Валерия Ибраева отмечает, что в Алматы современное искусство представляют мастера старшего поколения, тогда как в Астане к направлению контемпорари-арт все больше присоединяются молодые таланты. В Казахско-национальном университете искусств прошли юбилейные мероприятия и творческие встречи Таразит Агаламы, посвященные 85-летию заслуженного деятеля Республики Казахстан, писателя, драматурга, киносценариста Акима Тарази. В течение трех дней студенты и преподаватели вуза обсуждали фильмы с участием Акима Тарази, проводили творческие встречи с писателем. Акима Тарази в литературе и искусстве 20-го, 21-го веков, а также презентация книг Аким Тарази, кино-драматург. В Казахском государственном театре оперы и балета имени Абая состоялся большой юбилейный вечер, посвященный 80-летию Булата Аюханова и 50-летию государственного академического театра танца Республики Казахстан. Поздравить мэтра приехали из-за рубежа его ученики. Они окончили хореографическое училище имени Селезнева много лет назад, затем работали в многочисленных театрах Европы. Этот мастер невероятно отличается от всех других тем, что он очень самобытен, своеобразен. Он делает так, как он хочет, как он видит и классику, и народный танец, и современную неоплассику. Это удивительно. В программе юбилейного концерта зрители увидели постановки на произведения Рондо Капричиозо, «Художник и лебедь», вариации из балета Кармен Сьюита и многое другое. Все в хореографии Булата Аюханова. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 27 сентября в Театре драмы имени Ауэзова пройдет премьера спектакля «Песок надежд». 28 сентября в Центральном концертном зале будет проведен концерт «Самгал». 29 и 30 сентября в Театре Астана-балет пройдет постановка «Саламея». В завершении этого информационного часа еще одна новость. Аукционный дом «Кристис» рассчитывает выручить до 50 миллионов долларов за редкий розовый бриллиант. Специалисты называют камень уникальным. Бриллиант Pink Legacy или розовое наследие станет самым крупным в своей категории в истории дома «Кристис». Драгоценность прямоугольной огранки весит 18,96 карат и имеет наивысшую оценку по насыщенности цвета. По словам главы департамента драгоценностей, он впервые встречает такой камень за 40 лет работы в компании. Оправдаются ли ожидания аукционистов, станет ясно по итогам торгов 13 ноября в Женеве. Перед вами Pink Legacy. Прозрачный бриллиант весом почти 19 каратов. Это чрезвычайно большой вес для розового бриллианта. За 250 лет торгов мы продали только 4 штуки весом более 10 каратов. Бриллиант также отличает восхитительная чистота и невероятная яркость. Огранка прекрасна, а от размера и цвета просто захватывает дух. Информационную картину дня дополню через пару минут Морал Байгара. Вас ждут новости на казахском языке. Я недолго с вами прощаюсь. Вам хорошего дня сегодня. Удачи в делах.